Друзья, всем привет! Весна на дворе, а это значит, что пришло время сделать заезды. Моя Camry 3.5, та-да-та-да-та-да! И BMW 520 F10. Тот автомобиль, на который я посматриваю на смену вот этому автомобилю. Казалось бы, 3.5 для многих это автомобиль пушка-гонка, ну как так? 3.5, 249 сил, японцы там что-то делают. С другой же стороны, вот, настоящий автомобиль с точки зрения, на котором будет по кайфу погоняться, который хорошо держит дорогу и который, с одной стороны, тоже неплохо набирает, но в нашем случае это 520 BMW. А что нам говорят? 2 литра. 2 литра бывает только пакет молока. Давайте разбираться. Сперва я дам вам кратенькие вводные данные. Мой автомобиль по паспорту весит порядка тонны 615 килограмм, 3.5, 249 сил, 17 колеса, резина у меня стоит в Яте. Есть люди, которые умудряются разгонять их быстрее 7 секунд, но это тяжело. Тупо потому, что передний привод BMW 520, задний привод у автомобиля. С токовой здесь идет 2 литра, 184 лошадиные силы, 270 крутящего момента. Значит, что можно сделать с этим автомобилем и что сделал самый первый владелец? Он сразу ее перешил на 528-ю. То есть, 528-й по сути стоит такой же мотор, N20B20. С токовой выдает 245 лошадиных сил. С момента покупки этот автомобиль проехал 90 тысяч километров. Соответственно, многие говорят о том, что если мотор начать раздувать, начать его чиповать, а он у нас чипованный, то есть сейчас можно включить прошивку, он и вовсе выдаст 280 сил. В реале вот эта машина при хорошем зацепе на 280 сил, она едет 5,7 секунд. Цифры я вам вывожу на экран, чтобы вы не думали, что мы там наговариваем. То есть человек даже специально себе Рейс Лоджик купил, чтобы быть точным. Что мы сейчас делаем? В силу того, что это такая проселочная, скажем так, дорога, здесь периодически то появляется, машина то уезжает. Мы дождемся, как никого не будет, и попробуем вот на этом моменте зацепиться с ноля. Вот мне самое главное зацепиться и посмотреть, сколько, во-первых, тачка моя покажет по Рейс Лоджику вот сегодня. Так скажем, забьем гвоздь в крышку гроба и выясним, стоит ли покупать BMW для того, чтобы погоняться против той же самой Камри 3.5. Поехали! Я включил бензин, BMW тоже, естественно, на бензине, без какого рода либо лаунча. Вот мы поравнялись, готов. Раз, два, три. Блин, вот понимаете, видите, чуть-чуть, конечно, я пробуксовываю, но в любом случае, смотри, вот у нее сейчас как бы 245 сил. Уходит, уходит, однозначно уходит. Но нужно еще разочек попробовать. Раз, два, три. Вот сейчас, давай, 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 пошла, блядь, пошла, давай, давай, блин, иди. Вот дождик уже начинается, но пока еще более-менее нормально, блин. Вот посмотрите, вот типа 245 сил, да, сейчас этого двухлитрового мотора раздутого, он еще турбовый. Уходит, уходит машина однозначно. Тут прям, знаешь, такая надежда постоянно остается, то, что ну дай зацепиться, дай зацепиться, дай сорваться вовремя. Вот автоматик, вот сейчас надо подгадать. Блин, мне кажется, сократим. При этом стоковая тачка, 3,5, 95-м бензином, в основном езжу на газу. Вот, соответственно, блин, фу, видишь, двухлитровый мотор, возможность для тюнинга. То есть изначально 184 силы, можно изначально, сразу же с завода, вот, перешили с покупки по 245 сил, можно сделать. Чип тюнинг будет там 306 сил. То есть возможность есть, да, вы скажете, блин, а вот если сломается, а мотор, а это не дешево. Да, 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 но машина его катается, то есть решение принимать ему. Ну, давайте сейчас попробуем с ракетой еще ходом. Опа, попался. Вот сейчас, вот сейчас интересно, смотри, с ракета, блин. Вот сейчас прям хорошенечко я сорвался, без пробуксовок. И вот смотри, что происходит, видишь, это то, о чем я говорил. Вот обрати внимание, что мы держимся, он не уходит. Вот мы держимся. Ну вот да, чуть-чуть, чуть-чуть он, конечно, удаляется. Блин, ну хотя на самом деле странно, да, блин, 3,5 литра я аж должен его хоть как-то держать, догонять. Но все равно он уезжает, это факт. Поймите, у меня в багажнике лежит баллон с газом, то есть он тоже тяжелый. У меня со мной будет жена-оператор, она тоже как бы, ну 50 килограмм, но все равно вес дополнительно имеет. По факту, что мы хотим сделать? Просто дружеский заезд, то есть понимаешь, ты едешь по трассе, ага, увидел там какую-то пятерочку BMW, а давай погоняемся, давай. Вот это мы сегодня проверим. Мне просто интересно, как она будет ехать против моей машины, с учетом того, что на будущее, теоретически, я хочу купить себе такой автомобиль. Как вы знаете, мы снимаем ролики на разные сюжеты. Я заметил в комментариях, что очень частый вопрос, а где брать деньги на машину, где брать деньги на жилье, ага, вот это купил, тюнинг кто-то делает, а где деньги-то брать? Друзья, в первую очередь нужно учиться экономить. Вот я вам рассказываю на своем примере, 6 лет я ходил с айфоном 6, и я понимаю то, что мне нужен телефон, в первую очередь я выбрал достойную модель для себя, айфон 7 плюс. Я захожу на официальный сайт Apple, и что я вижу? 128 гигабайт стоит там 60 тысяч рублей. Я захожу в M-Video и вижу, что этот телефон там стоит 47 тысяч 500 рублей. Я захожу на e-каталог, забиваю айфон 7 плюс, 128 гигабайт, и что я вижу, я вам сейчас вывожу на экран, что идет целая подборка по цене, где я нахожу оригинальный айфон, невосстановленный, важно, подчеркиваю, гарантии. На один год, все как положено. По цене 40 тысяч 500 рублей. Я приехал в магазин и забрал его по цене 40 тысяч 500 рублей. Прекрасно знаю, что наверняка кто-то скажет, ага, постанова, этот айфон был уж ты не настоящий, ты его не покупал, друзья, по-быстрому показываю, вот он запечатанный, по имейу пробили, айфон оригинальный, все есть, скрываю, просто-напросто, не привас. Вилциком на минималках. Оп, пожалуйста, оп, чуть не упал, открываем его, а, 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 смотри, поближе, поближе. Вот он, новенький, а, ребята, ну красотища. Все, теперь я от айфона. Именно поэтому я оставляю на e-каталог ссылку, друзья, поймите правильно, нет призыва к тому, что перейдите по ссылке что-то, купите, вот ты живешь своей жизнью, захотел ты себе телевизор купить, камеру купить, либо что-то, зайди на e-каталог, забей, посмотри подборку, наверняка найдешь наиболее низкую цену, во-первых, время сэкономишь, во-вторых, деньги сэкономишь, но действительно полезно, что тут спорить. e-каталог, друзья, хочешь купить любую вещь, абсолютно любой товар, есть все, заходишь туда, забиваешь, смотришь подборку по цене, отправляешься в тот магазин, где наиболее выгодная цена для тебя. Поэтому e-каталог, ссылочку оставляю в описании. Так, ну что, идеальные условия, вообще никого нету, ровная дорога, чуть-чуть дальше будем уходить. Так, готовы? Так, ну что? А, вот, сейчас мы зацепились прям одновременно с ним. То есть, ну, мы, видишь, вот реально срываемся же вместе, и вот он пошел сотку, мы уже едем. То есть, вот сейчас 140, вот такой вот разрыв у нас. 160, она уходит, она уходит вперед. Обратите внимание, вот сейчас реально хорошо зацепились, и RaceLogic показывает 0,107,2 секунды. 7,2. 245 же, правильно у тебя? Готов? Готов? Раз, два, три. Вот он с лаунча, а я без лаунча. Ну вот сотка, парни, сотка. Вот обрати внимание, да, ну блин, все равно уезжает. Вот как я и говорил, все равно, все, дальше как бы смысла уже нет угнать. Вот я знаю, что многие считают, убеждены, да и вообще на практике так и происходит, что вот японец, он надежный. Вот ты его купил, масла меняй, катайся, ничего с ним происходить не будет. Но с другой стороны, вот этот автомобиль, ну серьезно, друзья, он очень скучный. Вот я владелец Camry 3.5, я езжу на ней по городу. Да, она комфортная, внутри там больше места. Ты садишься, развалился, ну кайфуй здесь больше, моя жена, потому что она едет сзади на этом самом диване. В тот же момент, когда ты хочешь разогнаться на автомобиль, да, ты нажимаешь там педаль в пол, да, он быстро разгоняется, да, можно разогнаться там до 200 на трассе. Ну понимаешь, ты не чувствуешь от этого автомобиля драйва. То есть эта машина сделана для того, чтобы ты передвигаясь по городу, там плавненько нажимал на педаль газа и она хорошенечко там вроде как разгонялась. Вот этот автомобиль немецкий, да, про него же как говорят, вот если немцы покупать, то только нового. Вот если, например, здесь, да, заводы поставили, прошивку здесь гоняют, с одной стороны можно подумать, блин, да он долго не проживет. Ну, автомобиль уже 5 лет, 92 тысячи пробега, пока что нареканий никаких нет. Соответственно, если ты этого делать не будешь, просто будешь передвигаться и вовсе будет проблем еще меньше там на будущее. Маленький такой конструктор, который можно дорабатывать, который можно чиповать, можно увеличивать мощность. Естественно, когда есть деньги, когда есть выбор, то лучше взять 3-х литровый дизель, он и надежный этот мотор, и сам по себе крутящий момент там гораздо выше. Да и вообще в целом, если там чипануть тачку, то там будет совсем другая история. Готов? Да. Ну, я пишу. Ёпта. Ну, вот сжимает, парни. Честное слово, аж даже камерой по носу себе дал. Конечно, шумоизоляция совсем другой уровень вообще. В целом в тачке сидишь, знаешь, гораздо приятнее разгоняться. Так, ну вот у нас цифры получаются следующие. Я вам зачитываю. 0,63, 3 секунды ровно. У меня было 3,6. 0,100, 6,4 секунды. То есть у нас разница получается 0,8 секунды. Ну, практически секунда. На всякий случай еще разочек. Опа, опа, опа. Вжимает, вжимает, но неплохо. Да ничего на тебя зацепилось, не пробуксовывает, 100%. 2,9, видишь. Так, ну вот смотрите, вот сейчас мы зацепились без пробуксовок. У нас 0,60 получается 2,9. 0,100 получается 6,3. Собственно, вы видели все сами. Знаете, на самом деле, вот хочется начать оправдываться. Говорить, да блин, вот чуть-чуть прям вот не хватает. Прям вроде бы цепляясь, нужно покататься. Залить бензина 98-го, баллон убрать вот с газом. Тогда автомобиль будет полегче. Тогда я смогу сесть ему поближе на хвост. Ну, вы видите сами. То есть я газую. Вот у него прям машина реально срывается гораздо быстрее. То есть раз он сорвался, все. Я еду за ним. Блин, мне прямо все время кажется, что вот-вот-вот-вот нагоним. Но при этом мы разгоняемся до 200 км в час. До 200. То есть, но все равно расстояние при этом, знаешь, как бы не уменьшается. С одной стороны, я думал, вот сейчас после 140-150 начну нагонять. Ни хрена. У меня максимальная скорость 212 км в час. У него максимальная скорость, ну, там примерно 230+. Соответственно, на трассе просто будет такой момент, что я попрусь в отсечку, все. Он уедет дальше, а я как бы буду говорить, ага. На этой машине ехать свыше 200 км я не хочу. На ней некомфортно. Вот мы с ним сели, замер сделать. Совсем по-другому. То есть я сижу в машине, мы едем там 140-150. Гораздо комфортнее. V-образная шестерка, автомат шестиступенчатый, который запросто можно нагнуть, если постоянно делать вот такого рода заезды. Я же этим заниматься не буду, буду делать все аккуратно. Внешний вид у автомобиля. Кто-то говорит, ага, колхоз слишком сильно торчат. На самом деле, друзья, после того, как мы снимали обзорчик вот на этот автомобиль, многие мне писали, блин, слушай, прикольно, а что, сколько стоит, тоже бы хотел так сделать. Все-таки вид имеет, вы согласитесь. Поэтому посмотрю, единственное, что меня смущает, ну, даже не то, что бы смущает, друзья, все упирается в финансы. Будут бабки? Будет 2 ляма. Можно смело брать 528-ю с полным приводом, либо 530-ю дизельную с полным приводом. Будем смотреть. В общем, пишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Какой из этих двух автомобилей бы вы выбрали себе на повседневную езду, либо же что-то другое посмотрели. В любом случае, всех вас приглашаю в комментарии для того, чтобы обсудить вот этот маленький, но дружеский заезд. Спасибо за просмотр. Спасибо за подписку на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно подпишитесь на инстаграм канала. Хотите заехать с японцем? Все контакты со мной в описании. До новых встреч. Всем пока-пока.